Сезон пляжных рубашек уже открыт, это можете увидеть по мне, но еще и потому, что пляжи практически заполнены, при том, что официально ни один из них не открылся. И здесь иногда важнее не то, что в красивой рубашке вышел, а то, что в рубашке родился. С начала мая на водоемах края погибли 4 человека, двое детей, еще вода погубила двоих рыбаков. Это как раз главные клиенты спасателей. С приходом жары к ним могут прибавиться и дикие отдыхающие. Безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по манерным судам пляжах. Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет безопасен. Официально проверенных мест купания в регионе пока нет. В крае планируют проверить и открыть 55 пляжей. Когда пески Барнаульского приютят горожан, уже официально не ясно. Зависит все от привратностей паводка. Пока городской пляж, как и его коммерческий сосед водный мир, больше похожи на мир подводный. Но все же некоторые платные площадки уже готовятся к открытию. Они за время пандемии даже начали расширяться, хотя и несли убытки. Мы в итоге в том году были закрыты. Но зато это нам дало возможность действительно провести большой объем работы. В этом году для получения всех заключений экспертных служб у нас уже проведены исследования и дано заключение Роспотребнадзора, санэпидстанции. Ожидаем выезда и уже конкретно дано будет заключение ГИМС. Платные и государственные пляжи хороши еще и тем, что они уделяют внимание защите от солнца, а тень важна. Золотому блеску верил, а умер от солнечных стрел. Так написал когда-то поэт и писатель Андрей Белов фактически предсказал свою судьбу. Действительно умер от последствий солнечного удара. Здесь это не сильно так грозит, зато получить какую-нибудь болезнь или патологию от слишком долгого воздействия солнца – это как за здрасте. На первом месте стоит, наверное, солнечная крапивница сейчас и люди, страдающие этим заболеванием, достаточно большая эта проблема. Потом часть лекарственных препаратов и в том числе и парфюмерия обладает фотосенсибилизацией, то есть усиленной чувствительности кожи к ультрафиолету. Это нужно иметь в виду, когда доктор вам назначает летнее время года определенного вида лекарственных препаратов. Все зависит от того, к какому фототипу относится человек. Эксперт говорит, что, например, я отношусь к первому – это группа риска. Чем смуглее кожа, тем меньше проблем вызывают прямые солнечные лучи. Так что пользуйтесь фотозащитой, не выходите под солнце с 12 дня до 3. Еще больше ультрафиолета бьет по коже именно на речках и озерах, потому что вода отражает солнечные стрелы. И помните об этом и, конечно, о том, что безопасных мест для купания сегодня в крае нет. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.